Здравствуйте! Многие не раз слышали наверняка, что ежедневно нужно проходить 10 тысяч шагов, чтобы чувствовать себя здоровыми и быть в форме. И многие пытаются подсчитывать, сколько они прошли за день с помощью умных часов, шагомеров, мобильных приложений в смартфонах. И многие очень радуются, когда цифра 10 тысяч шагов достигнута. Цифра эта 10 тысяч. 10 тысяч. Настолько широко известно, что логично было бы предположить, что родилась она в результате многих лет исследований, когда ученые бились над тем, какое же количество шагов в день оптимально для нашего здоровья. Может быть, это 8 тысяч шагов, 10 тысяч, а может быть, 12 тысяч шагов. На самом деле никаких подробных исследований не проводилось. Волшебная цифра 10 тысяч родилась в 1964 году перед Олимпийскими играми в Токио во время проводимой тогда маркетинговой кампании. Одна японская фирма начала продавать шагомер под названием Manpo K. Man означает 10 тысяч, по – это шаги, и кей – это счетчик. Manpo K оказался очень популярным. И эта цифра 10 тысяч засела с тех пор у людей в голове. С тех пор были проведены исследования, в ходе которых сравнивались преимущества ежедневного прохождения 5 тысяч и 10 тысяч шагов. Неудивительно победила более высокая цифра, однако до последнего времени не изучалась эффективность количества шагов в диапазоне между 5 и 10 тысячами. Даже сейчас это всесторонне на взрослых не проверено. Можно, конечно, предположить, что чем больше шагов проходишь в день, тем лучше. Для определенного диапазона шагов так оно и было, но только, как оказалось, до 7500 в день, после чего польза от шагов прекращала расти. Это согласно разным исследованиям. Довольно трудно точно определить, какое количество шагов приносит больше пользы здоровью. Возникает вопрос и относительно оптимального количества шагов. И с точки зрения психологии, цель 10 тысяч каждый день может казаться труднодостижимой, поэтому многие просто махнут на нее рукой. Постоянно день за днем, не дотягивая до этой цели, многие могут отчаяться. Чтобы вдохновить обычно малоподвижных людей на большое количество шагов, возможно, психологически правильнее использовать более низкие цели. Беда в том, что напряженное подсчитывание каждого шага лишает нас удовольствия от прогулок. Считать свои шаги, конечно же, можно, если чувствуете, что вас это мотивирует, но следует помнить, что в цифре 10 тысяч нет ничего магического. И лучше поставить себе такую цель, которая подходит лично для вас. Она может быть больше 10 тысяч шагов, а может быть и гораздо меньше. А многие, может быть, решат вообще выкинуть шагомер, и именно после этого почувствуют себя отлично. Субтитры подогнал «Симон»